Слава Господу, уважаемые братья и сестры! Позвольте поприветствовать вас на очередной нашей трансляции. И в самом начале, перед тем, как я буду говорить слово, я хотел бы вместе с вами помолиться за нужды. Ведь у каждого из нас все-таки они есть, и у нас есть нужды, у нас есть благодарность Господу. И давайте отдадим все это Ему на руках нашей молитвы. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость к нам. Просим Господь во имя Иисуса Христа, благослови всех нас, Боже. Помоги нам в этой жизни идти, глядя на Тебя, Господь. Держи нас, веди нас, Господь, сопровождай. Мы обращаемся к Тебе с нашими нуждами, с нашими стенаниями, Господь. Просим, благослови особая нужда сейчас, благослови тех, кому нужно исцеление, тех, кто болеет, лежит, может быть, или встает, но все равно ему тяжело, Боже. Боже, коснись, Боже, коснись этих людей, тех, кто нуждается в исцелении, в физическом исцелении. Также коснись тех, кто нуждается в духовном исцелении, Господь. Пусть Твоя ограда и защита, она будет на нас, Боже. Мы просим и молим Тебя об этом. Благослови тех, кто нуждается в финансах в это непростое время. Благослови тех, кто нуждается в работе, Боже. Благослови нас всех. Спасибо Тебе за то, что Ты заботишься о нас, Господь. Благослови тех, кто нуждается, может быть, в каких-то восстановлении отношений или в построении отношений, Боже. Мы также просим Тебя об этом. Мы обращаемся к Тебе со всеми нашими нуждами, Господь. Во имя Иисуса Христа благослови. Мы просим и молим Тебя. И мы верим, что Ты нас слышишь. И мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебе за все то, что Ты даешь нам, Господь. Слава Тебе и хвала. Аминь. Аминь. Друзья, и в начале Слова своего я хочу вместе с вами прочитать, обратиться к Священному Писанию. Это Евангелие от Иоанна. И я прочитаю с первого главу, с первого стиха. Итак. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вот такими словами начинает Евангелист Иоанн свое послание к нам. И знаете, не возникало ли у вас, друзья, такое ощущение, что иногда у авторов книг Библии, вот как будто у них было такое желание написать как можно более непонятно, чтобы у меня порой такое ощущение возникало. И это, проводя аналогию, можно вспомнить также про солистов, кто исполняет песни. Песни и авторы песен, как пример. Иногда также, вот я помню, в юности особенно я слушал песни, вслушивался в тексты некоторых авторов, и я не понимал, что это они поют. Но прослушав порой несколько раз, возникала какая-то вот ассоциация, и я думал, вау, какая глубина. И порой сейчас также слушаешь некоторых авторов и думаешь, о чем это? И думаешь, это глубина, и пытаешься ее понять. Но бывает так, что, посмотрев, сейчас это проще делать, то есть достаточно закрыть, зайти, вернее, на страничку Инстаграм, допустим, или посмотреть в интернете какое-то интервью человека, который несет эти тексты, и ты понимаешь, что там нет никакой глубины, что это не то, что глубина, а вот как-то вот дно какое-то. То есть там вообще ничего нету, просто набор слов. А иной раз, наоборот, слушаешь, и ты понимаешь, что человек что-то такими фразами витиеватыми доносит, что-то вот какие-то глубокие, глубинные истины. И вот, возвращаясь к Писанию, поначалу я вот так же пытался понять и думал, ну почему нельзя было написать проще? Почему вот так непонятно порой? Почему вот то, что пишут авторы, это не всегда, не с первого раза понимаешь. Иногда приходится сидеть и вчитываться по несколько раз в какую-то фразу. И однажды меня осенило то, что касаемо Писания, то, что там не было целей, как вот у мирских авторов сделать вот какие-то простые вещи, просто завернуть и вот как-то, как в тренде сделать, чтобы это казалось чем-то вау-глубоким. Нет. В Писании это все наоборот. В Писании цель, наоборот, непонятная сделать понятным, то есть доступным как-то, а не так, что как в случае, вот, ну, допустим, есть мастера слова и так называемые поэты, и вот жжет глаголом, так сказать. И там есть попытка какое-то явление и истину завернуть вот в короткую форму. Вот как-то высказать так, чтобы оно вызывало какой-то словесный, словесная форма, которая, по их мнению, наиболее точно отражает и вызывает какие-то мыслеобразы нужные у слушающего человека. То есть от простого к сложному, ну, как бы, вот. Но в случае с Писанием же, мне кажется, все наоборот. То есть там попытка вот от сложных вещей, как можно проще сказать. И люди, духовные, вот свои переживания, авторы Писания, авторы Библии, свои духовные переживания, движимые Духом Святым, естественно, пытаются изложить так, чтобы нам всем было как можно более понятно, о чем идет речь. Ведь, по сути же, согласитесь, сложно изъяснить неизъяснимое. То есть как-то рассказать человеческими словами то, что нужно познать, то, что нужно пережить. С человеческими словами это порой сложно сказать. И поэтому Писание, оно порой так нам непонятно бывает. Не с первого раза мы понимаем то, что человек, то, что вот автор Библии, автор конкретной книги Библии, евангелист или еще кто-то пытается нам рассказать. Павел, апостол Павел, хорошо об этом сказал. 1 Коринфянам 13.12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Павел здесь говорит, что да, я что-то вижу. Он говорит, теперь мы видим, мы видим, но как мы видим? Как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, какие-то вещи, которые мы не можем своим разумом передать, мы не можем вместить, мы их передаем гадательно. Отсюда может быть, я думаю, и какая-то непонятность, и неоднозначность, и толкование Библии, потому что если бы было все ровно, как, допустим, армейский устав, там все четко написано, так, так, так или так вести, там нету вправо или влево, над этим постарались люди, чтобы не было каких-то иных трактовок. Но Писание же оно не так. Мы читаем, сколько есть конфессий, сколько динаминаций, сколько христианских направлений, то есть почему это возникает? Потому что один трактует так, другой трактует иначе. И апостол Павел об этом и говорит. Он говорит, мы как бы гадательно сейчас еще видим, мы не можем всего передать и рассказать, мы не можем вот как-то точно, потому что еще не наступило, тогда, когда будет, мы перестанем лицом к лицу перед Господом. Но чем ближе мы к Нему, конечно, мы познаем какие-то вещи, но человеческий язык, человеческий вот этот ассоциативный ряд, он не может всего передать. Отсюда идет и разногласие. И поэтому вот евангелист Иоанн, ну в общем-то, как и другие тоже, с первых фраз вот своего послания к нам в начале было слово, он, мне кажется, он пытается нам донести, что то, о чем он будет говорить дальше, это нечто большее, чем вот просто слова. В начале было слово, но ассоциируется у меня с этим пониманием, что то, что он будет говорить дальше, это как-то не просто слова, к этому надо относиться немножко по-другому. Вот он говорит, в начале было слово, это слово, это древнегреческое логос, логос. И оно в христианстве, безусловно, и об этом это как бы классическая такая трактовка, безусловно, это вочеловечивание, вернее, в богочеловеке, вот творческое начало Божьего Слова, то есть воплощенное в богочеловеке творческое, это созидающая часть Божьего Слова. Но если понимать и читать, смотреть это в свете вышесказанного, то я понимаю, то это лишь как попытка человеческим языком объяснить неизъяснимое, логос, то есть попытка человеческим языком объяснить неизъяснимое, человекопонятным языком, то, что происходит там, в духовных сферах, чтобы нам, людям, было понятно, вот это и есть, вот этот логос. И знаете, как есть разные уровни языков, человекопонятный язык, вот в программировании, допустим, есть язык программиста, человека, который непосредственно пишет код, есть язык, он более глубокого уровня, который вот этот код программиста, то, что он написал, оно компилируется в машинный язык. И там даже далее машинный язык, который человек, он не поймет, там уровень, там нули, единицы еще, он интерпретируется уже туда, на уровень железа компьютерного, где вообще просто электричество плюс-минус. Вот там нечеловекопонимаемый язык. И как это объяснить отсюда? Поэтому есть вот какие-то вот такие вещи, которые переводят для нас, чтобы было понятно. Я это привожу к примеру, что такое человекопонятный язык. То есть, так вот, вот это и есть у авторов Библии, просто, на мой взгляд, это попытка описать человеческим, вот этим человекопонятным языком, неизъяснимое. Ведь что это такое, по сути-то, логос, слово? Вот в древнегреческом это буквально означает слово, мысль, смысл, понятие, причина, число. То есть логос. Вначале было слово, вначале был, если читать в оригинале, логос. И логос был у Бога, там даже если подсрочно читать, логос был к Богу или рядом с Богом, вот что-то такое. И логос был Бог. Вот это с большой буквы я здесь написал себе. Так вот, получается, если буквально переводить, то это слово, мысль, смысл, понятие, причина и даже может означать число. То есть это одновременно и слово, и понятие, и смысл. Или если быть точнее, то проявление вот этого смысла, причем смысл важнее. То есть то, что там внутри, вот моя тема называется «Внутри слова» сегодня, вот это именно и есть логос. То, что там внутри что-то, что оно несет. И это то, что внутри, оно как-то проявляется. В данном случае в виде слова. То есть это как бы такая информационная единица, какая-то суть, или сущность какая-то, которая каким-либо образом проявляется в понятном, ну, в той или иной степени для нас, для людей в данном случае в виде. Как это можно, какую ассоциацию привести здесь. Ну, например, вот если сказать, ох уж этот девятый Б. И если мы говорим про девятый Б, просто девятый Б, если даже написать, да, девятый Б. Ну, как в школе, допустим, да, какой-то класс. И если кто-то в этой школе учится в данный момент и знает, что вот за девятым Б, это вот какое-то визуальное проявление, чтобы представить, о чем речь идет. Но по сути там, вот в этой вот, вот в этой фразе девятый Б, там и Петечка, и Анечка, и Васечка, и Глашечка, и все-все там 30, допустим, или 20 человек. Их жизнь какая-то, их школьные взаимоотношения и какое-то проведение. Если уж мы говорим, ох уж это, то значит, ну, что-то за этим стоит. А давайте подумаем, если это девятый Б, например, из вот экранизированной повести «Завтра была война», там Инга, там еще вот эти все ребята, которые там как-то вели как-то жизнь, и их родители, понимаете? И это вот он Логос. Вроде девятый Б, а внутри-то сколько всего. Внутри-то сколько всего. И история, и трагедия этих ребят, которые все погибли потом на войне, там основная масса их, понимаете? Вот он Логос. Внутри слова что-то сокрыто, большое и большее. И вот это нами пытаются передать авторы Библии. И то, что говорит, в начале было, слово, в начале было слово, это очень, такая вещь, это очень глубинное, на мой взгляд. И давайте еще, вот я приведу какие-то некие ассоциации. Вот, допустим, чтобы было проще понять, давайте вспомним вот любую поговорку, например, вот «Хлеб всему голова». Вот я записал, у меня есть «Хлеб всему голова». Тоже своего рода такой логос, высказывание слова, да, «Хлеб всему голова». Но сколько там внутри за этим? Как оно родилось? Что это вызывает? Вот какие ассоциативные ряды? Вот эта вот фраза. Тем более, если для тех, кто может быть не голодал, кто может быть не знал вот этого несчастья, голодания, вот, может быть сильные ничего, просто слова, но для тех, кто испытывал это, ну, моя бабушка, допустим, как и многие вот люди того поколения, еще военного, или и послевоенного, никогда не оставляли нигде корочку хлеба, никогда все, все даже крошечки они собирали. Вот, вот понимаете, то есть для них это много значит, хлеб всему голова, потому что без хлеба куда? Когда вот приходит голод, все остальное уходит на второй план. Перед глазами стоит только хлеб. И поэтому и нам Господь, Иисус даже дал молитву, а то хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Мы сейчас в сытые, скажем так, года, мы пытаемся интерпретировать это, ну да, хлеб насущный, это дай нам на сей день, это как бы и наша работа, и вот то, что мы живем, и вот это, это. Но для людей, допустим, блокадного Ленинграда, или для какого-то в древности осаженного города, когда был голод, это было буквально кусочек хлеба, Господи, дай мне на сей день. И сколько за этой фразой внутри кроется всего, сколько там можно пережить и понять. Какой-то смысл, переданный через слово, то есть вот логос, это какой-то смысл внутренний, переданный через слово, переданный через образ, или какое-то представление. И по сути, вот то, что я хочу сказать, это не обязательно должна быть какая-то вот слово, как речь, просто вот слова, как речь. Я уверен в этом, я уверен в этом. И вот мы читаем, в начале было слово. На каком языке было это слово в самом начале? В начале был, вот или как в оригинале, логос, древнегреческий, но его еще не было древнегреческого языка. Человеческих языков вообще тогда не было в самом начале, потому что не было человечества. Вот как факт, не говорил никто на этих языках. Был Бог, было Его божественное добытие, Его творящая воля, которая в итоге проявилась нам через сотворение мира. Значит, это что-то другое, то, что в начале было слово. Это просто автор так нам пытается изъяснить вот это неизъяснимое, передать. Но по сути, в начале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. Понимаете? Вот что-то, что было у Бога внутри. И я понимаю, что вот это вот логос, вот и само понятие слова, оно не очень точно передает, но это вот то, что мог, как вот выразиться, Иоанн. Но по сути, когда то, о чем хотел нам сказать Иоанн, когда сказал логос, что это он Бог, то есть вот это вот все наше мироздание, которое Бог изрек просто в своем слове, вот оно изначально было у Него, это было внутри, и вот это и есть Бог, и Он так проявился, Он как бы изрек, и Бог, это вот мироздание, все это и есть Его проявление в этом, поэтому Он и говорит слово, вот этот логос, это было Бог, и через Него все начало быть, то есть вот Бог изрек этот мир, как бы, как бы, потому что как по-другому еще мог Он объяснить, вот, мы не вместим в себя, как это все происходило, но для нас, на нашем человекопонятном языке, для нас, это Иоанн попытался объяснить нам так, как он понял, как он пережил вот эту Божью истину, что у Бога был мир, и он проявился таким образом, и Бог сам, вот то, что внутри, Он проявился, раскрылся в нашем мироздании, для нас, и в нас также с вами, понимаете, наш мир, вот этот наш мир, это и есть проявление Бога, это и есть вот этот логос изреченный, вот как бы, но внутри, конечно, там больше смысла, внутри там везде Бог, но глядя на это, на все, мы и говорим, вот это Бог, вот это Бог создал, Его божественное естество, проявленное в творении, и знаете, вот как бы наша проблема в том, что мы часто привязываемся к форме, вот к форме, к подаче, а не к смыслу, не к тому, что внутри, поэтому нам порой сложно бывает понять вот это все, какие-то истины духовные, какие-то духовные переживания, потому что мы пытаемся, как бы, истинные вот эти, мироздания, услышать от кого-то словами, там, либо в проповеди, либо в Библии прочитать, но Библию же невозможно понимать, об этом же говорится, когда просто ты думаешь своим вот человеческим умом, нужно как-то что-то сверхбольше того, как минимум, твое желание войти вот в эту глубину, и тогда ты начнешь, потому что буква, которая написана, вот это слово, да, но это просто, это просто язык человеческий, чтобы тебе осознать и пережить Бога, надо как-то немножко глубже туда вникать, понимать, что это просто форма передачи на понятном нам языке, на, то есть попытка, опять же повторюсь, изъяснить неизъяснимое, поэтому, друзья, не надо привязываться к форме, в этом наши многие проблемы, и знаете, вот формы, они порой бывают разные, и мы вот цепляемся за них, забывая то, что внутри, то, что там, оно намного важнее, оно намного важнее, и один из примеров, вот как вот нас, вот нас, допустим, евангельских христиан, часто обвиняют в том, что мы поем песни на современные, вот песни на современной музыке, вот славим Бога на современном языке, современными, скажем так, песнями, как-то где-то громко, где-то еще пытаемся, вот, и это как бы нам ставят, вот я не единожды слышал, вы там руки поднимаете, хлопаете еще что-то, там песни громко поете, оно не такое должна быть церковь, вот приди там, вот в храм, допустим, в православный, там вот поют, вот это церковное пение, оно вот такое, ну послушайте, во-первых, когда-то, там на гуслях и тимпанах играют, как в Библии, ну когда-то, это ведь были современные инструменты, в то-то время, и песни, которые начали петь, и в том же, там и в храмах, и там еще где-то, то есть, это же тоже когда-то было современный язык, современное пение, поэтому, ну мы сейчас на современном поем, и это просто форма, проявление, а внутри-то что, внутри-то наше, ну хвала Богу, вот это же важнее, то, что в сердце внутри, проявляется оно так или иначе, это уже просто проявление вот этого, это как вот этот, есть логос тоже, своего рода, от людей изрекаемый, то есть, какая-то сущность твоя, внутренняя хвала Богу, и это хорошее слово, к этому подходит слово, аллилуйя, аллилуйя, это тоже своего, это тоже логос, аллилуйя, то есть, несущая смысл внутри, это твоя наивысшая хвала Богу, вот как только ты можешь, вот все, что ты можешь выразить Богу, какую хвалу и славу только, и ты, вот чтобы вот это из речи как-то зафиксировать, чтобы это проявилось из тебя, как вот в этом логос, да, внутри-то к этому привязана вот вся твоя благодарность, вся слава Господу, вся хвала, и ты говоришь, аллилуйя, аллилуйя, и вот это проявление от тебя, вот этого внутреннего, то, что внутри за словом аллилуйя, оно должно стоять твоя, прям вот хвала и поклонение Богу, ведь правда, и, но, если ты просто говоришь, аллилуйя, а в этом, ну, ничего нету внутри, это уже не логос, это просто слово, это не проявление, это, ну, пустота, просто, понимаете, можно сказать же, аллилуйя, как вот, ну, формы разные есть, там, кто-то говорит аллилуйя, кто-то халлилуйя, кто-то, ну, вот обычно, кто на запад часто ездит, говорит халлилуйя, потому что там так говорят, а кто-то говорит халлилуйя, то есть это уже более так еще, ну, как бы вот, но там внутри, что аллилуйя, что халлилуйях, что как в оригинале, оно, суть-то внутри одна, а это просто, так скажем, компиляция вот этого слова, чтобы изнутри тебя оно вышло, чтобы оно произошло, вот этот логос, как бы тоже своего рода творящее вот это начало. Но там суть-то внутри-то, вот она, твоя хвала Богу. Это важно не забывать, это важнее намного, что внутри слова. И вот если понимать вообще вот логос вот этот, да, вначале было слово, логос, понимать в этом ракурсе, а другого, по сути, я не вижу, то можно сказать, что не важно вообще, по сути, на каком языке, в какой форме передается смысл, как слово «Аллилуйя», что на русском, что на английском, что там на иврите, там еще на каких-то языках. Понимаете? Важен смысл, важен смысл. Поэтому важно, что он несет. И отсюда получается искусство, это тоже своего рода логос, высказание, проявление какой-то вот духовной, внутренней, несущей позиции. То есть поэзия, да, поэзия тоже можно как-то выразить какие-то вещи, глубокие понимания в виде каких-то вот рифмовых красивых строк. Допустим, Лермонтов, да, Мцири. «Я мало жил и жил в плену, таких две жизни на одну, но только полную тревогу я поменял бы, если б мог». Сколько за этой фразой чувствуется боли, какое-то вот стремление на волю, вот что-то такого. Такие возникают ряды ассоциативные сразу же, понимая, что вот в этих двух предложениях вот такой логос изречен, такое внутреннее там что-то содержание, понимаете, да? Вот, поэзия, ну, проза также, какие-то рассказы или там тома, ну, там в зависимости от разные бывают объемы, но тем не менее внутри-то там же, ну, часто же не только то, что написано, а там внутри, как говорится, читай между строк там что-то большее, там какие-то нравоучения там или еще что-то, что-то, то, что автор хочет донести, какие-то картины, допустим, то же самое изобразительное искусство, автор с помощью картины пытается передать нам какую-то большую глубокую истину, то же логос, то же проявление, вот оно воплощение как-то, то, что мы можем увидеть, это точка, да, через которую мы проходим вовнутрь туда, что-то большее. Поэтому поэзия, скульптура, допустим, скульптура тоже ведь вызывает что-то, вот меня, допустим, всегда поражает, когда я вижу на картинках, вот там не был сам ни разу, вот Брестская крепость, вот это вот монумент мужества, когда вот мужчина смотрит там вот так, вот таким взглядом, меня лично это вроде простые какие-то там формы, но пробирает, но меня пробирает, честно, то есть я вижу там внутри большее, скульптура, музыка, уже говорили об этом, и не обязательно эта музыка, и она может быть просто музыка, либо со словами музыка, это тоже что-то несет внутри себя, тоже что-то вызывает, но это уже, ну, если мы говорим о безобразительном искусстве, это уже не что-то написанное, ну, или произнесенное, это уже что-то визуальное, то есть другим образом, ну, как бы передано, проявленное, или музыка, это, ну, через слух наш, и здесь тоже все интересно, и есть такие вещи, которые вот я вспоминаю, не помню, какой композитор, но вот воспоминание композитора одного, который говорил, что вот есть музыка, которая мне приходит просто, вот в виде каких-то образов, и я ее записываю, я ее проигрываю и записываю потом, а есть музыка, которую я, она у меня есть, я ее проигрываю, но я ее потом не могу вспомнить, я ее не могу записать, он говорит, и я молился, говорит, и потом я понял, что мне как Бог сказал, что это не для всех, это для меня и для тебя эта музыка, мы только вот это что бы, поэтому ты ее и не помнишь, потому что она только для меня, в тебе, понимаете, музыка, вот эти все точки проявления, они тоже могут нести за собой какие-то вот глобальные вещи, кинематограф, то же самое, то есть с помощью вот фильмов передаются какие-то тоже истины, тоже какие-то мысли, ну и так далее, язык, формы подачи, они могут быть разными, повторюсь, не нужно привязываться к формам, к формулам каким-то, нужно все-таки смотреть то, что внутри за этим стоит, потому что порой бывает закажущимся хорошим снаружи, там внутри вообще ничего нету, пустота, а мы с этим носимся, вот оно, или наоборот, как-то у пренебрегаемого, там внутри такая глубина, там внутри такие истины, не нужно привязываться к формам, еще раз говорю, ведь это всего лишь наше восприятие нашими органами, органами наших чувств, вот то, что мы называем словами, это по сути же, ну просто набор символов, каждому символу, там если, ну, слову, допустим, слово из букв состоит, мы вкладываем какой-то просто смысл, вот, а может там другой смысл быть привязан, просто нас так научили, важнее то, что внутри у набора символов, и опять же, если взять слово, допустим, по-русски, да, слово, то оно, ну просто слово, и взять по-английски, это будет ворд звучать, просто-просто языки, это просто вот символы, поэтому важнее то, что они означают, то, что внутри, то, что мы слышим, вот, это просто звуковые волны, по сути, их какой-то там особый диапазон, а вернее, это просто колебание воздуха, вот как вот визуально изобразить, ну вот допустим, ухо человеческое, и кто-то вот что-то говорит, и это вот просто форма передачи, это просто форма передачи, какого-то смысла, каких-то вещей, не более того, слово так же, ну вот слово, просто символы, просто символы, ну, если мы говорим об этом, вот, звук просто колебания воздуха, условности, так же то, что мы видим, это просто световые лучи, вот то, что мы видим, каждый из нас, отражение их от поверхности, как это происходит, вот просто, чтобы наглядно, вот глаз, допустим, человеческий, источник света, поверхность, предмет, как мы видим предмет, источник света, от него исходят электромагнитные колебания, которые мы называем свет, луч какой-то света, он здесь собирает какую-то информацию о поверхности вот этой, какого это, ну, какого цвета оно, еще там что-то, структура, и несет нам в орган зрения, вот так это происходит, а мы так к этому привязываемся, хотя по сути это просто, просто колебания, колебания, друзья, и это просто форма подачи, и говоря дальше, там обоняние, осязание, вкус, еще что-то, это тоже ведь по сути, просто передаваемое по мембранам нервных клеток, вот мы задеваем что-то, ощущаем, там, ну, даже и видим, и слышим, это просто по мембранам нервных клеток магнитный импульс, электромагнитный импульс передается в кору головного мозга, и головной мозг наш, он тоже работает на электричестве, тоже положительный, отрицательный заряд, плюс и минус, так оно все устроено, плюс и минус, и компьютерное железо так устроено, я уже говорил, вот эти языки низкого программирования, да, вот эти, уровня вернее, вот эти, тут те языки, плюс-минус все, у нас так же все, просто есть там какие-то дальше условности, которые интерпретируются, и нам понятны становятся, мы так мыслим, но опять же, зависит много от того, на русском языке ты мыслишь, на английском языке ты мыслишь, может быть, на немецком, может быть, там, на арабском каком-то, или еще на чем-то, и твои тоже ассоциации будут немного другие, а уже как говоря о том, что я говорил выше, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово, на каком языке это было слово, как понять, я прихожу к выводу, что это было просто, что это евангелист нам просто так преподнес, то, что вот он понял, но по сути там вот эта суть слова было Бог, вот это Бог, он как бы как слово себя нам сказал, в нашем, вот в мироздании, он как бы так сказал, и он за этим всем кроется, во всем везде мы видим Бога, во всем везде мы видим Бога, поэтому не надо привязываться к формам, формы это вот такие вещи, это просто то, что мы видим и слышим, есть нечто более глубокое, есть нечто более глубинное, есть важнее содержание, ведь не все, что вот мы можем пережить, мы можем изложить словами, не все, что мы можем выразить словами, и самое важное, вот сейчас я подхожу к тому, что я хотел сказать, самое важное в жизни мы не можем и не сможем никогда услышать от другого человека, вот самое важное, вот этот, потому что изначальный, вот этот первичный, жизненный логос, он находится у Бога, Бог его изрек, и если ты будешь пытаться вот услышать от другого человека это, это будет всего лишь чья-то интерпретация, Бог, он изрек вот этот логос, написано вот, Иоанна 1,4, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, в нем жизнь, если ты не заглянешь вот в это послание от Бога, тебе в личное, то ты как бы не переживешь жизнь по-настоящему, потому что в нем жизнь, и вот этот свет настоящий, не вот такой, не вот это электромагнитный импульс, а настоящий истинный свет он в нем, и жизнь настоящая истина она в нем, и об этом и говорит нам апостол, вначале было слово, и оно было у Бога, и оно было Бог, вот туда надо смотреть, туда пытаться заглядывать, если еще раз ты не заглянешь туда, вот в это поддержание, вот в этот смысл, который Божий есть, логос, изначальный от Бога, то не переживешь жизнь по-настоящему, а вопрос-то, а как туда заглянуть, вот как туда, как туда попасть-то, что там можно, вот здесь я и говорю, мы привязываемся часто к формам, вот так вот надо быть, или вот так вот надо быть, или буквоестом занимаемся, читая Библию, которая она уже через, вот переведена через много-много, важнее же смысл, который она несет, важнее же смысл внутренний, поэтому он и говорит, что вначале было слово, туда смотри, в Бога, туда пытайся, в Библии, конечно, безусловно, важен каждый текст, и написано там, кто прибавит, кто убавит, но за этим, за всем ведь смысл стоит какой-то, не просто так буквы, смысл надо читать в Библии, поэтому важно, вот как вот возвращаясь к тому, как вот прочитать, как услышать этот логос от Бога, как его пережить, как минимум важно, говоря, Аллилуйя, не просто вот говорить, а именно переживать это, говоря слово Аллилуйя, постарайся пережить смысл этого слова каждый раз, когда ты его произносишь, говоря к слову Бог каждый раз, постарайся пережить его величие, его величие, вникай вот в этот логос, его послание нам, через сотворение мироздания, Бог, вот слово Бог, сколько за ним там, сколько, вот это и есть вначале было слово, ну вроде бы, да, просто Бог, но по сути там все мироздание, по сути это вот он, и глядя, не только сюда я могу, вот читать этот логос, выйдя на природу, как авторы Библии говорят, на вершине горы, смотрю, Господня земля, и что наполняет ее, Бог во всем, римлянам 1.20, ибо невидимое его, вечная сила его, и божество от создания мира, через рассматривание творений видимы, так что они безответны, Павел здесь говорит об этом, что мы видим его, его божество, через рассматривание мира, мы пренебрегаем этим драгоценным смыслом, мы как люди пренебрегаем, почему люди ожесточились, когда Бог, вот вроде Он сказал себя, да, через сотворение, вот Он как бы выразился так, внутри Он во всем, но люди испортились и развратились, все равно, и тогда Бог еще раз изрек логос, сам, то есть, вот человечился, воплотился в Сыне Человеческом, в человеке, и вот дальше мы же там читаем, Иоанна 1.14, «Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Господь Иисус, это вот тоже послание Бога к людям, если хотите, это Его признание любви к нам, вот так Он проявил свою любовь, вот так Он к нам признался, в Иисусе Христе, понимаете, это тоже логос, вот это слово вечное, то, что было, это вот творящая Божья истина, вот эта суть, она в Иисусе нам пришла, ну, мы тоже этим, по сути, пренебрегли, а Иисус нам говорит, что, Он нам говорит, «Я и Отец одно», то есть, понимаете, да, в Иисусе, Он также нам выразился, по сути, вот это логос, о чем пишет нам апостол Иоанн, о том, что он говорит, в начале было слово, а потом слово, оно стало с нами, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, Иоанн пытается передать нам то, что он пережил сам, вот этими, он как мог, вот, человекопонятными ассоциациями, но, конечно же, Господь, Он больше, и это послание, вот от Него, от Бога, каждый из нас, я считаю, должен пережить напрямую, пережить, что за этим кроется, посмотреть, узнать Иисуса, потому что в Иисусе Бог нам сказал, посмотреть в мироздание, в мироздании Бог нам сказал, не привязываясь к формам, а ища Бога внутри форм, потому что наш разум, он ограничен, и мы не можем друг другу рассказать, какой Бог, мы можем, конечно, пытаться, но намного понятнее и глубже будет, если ты сам будешь его искать, сам будешь вникать, как написано, вникай в себя и в Писание, мы порой, вот, как люди, привыкли сложные какие-то вещи, называть, вот какими-то давать названия, вот мы там, в том же, спасение, да, я спасен, и все, и как бы это просто, отскочил разум от слова спасение, и дальше пошел, то есть, а за словом спасение, там внутри столько кроется, там и кровь Христа, и твоя жизнь вечная, и Царство Небесное, понимаете, вникать нужно в слова, смотреть, это все логос, который нам дан Господом, друзья, поэтому, от начальника жизни, мы должны, каждый должен услышать, вот это слово, о котором говорит, в начале было слово, как написано, о том, что, попытаться это услышать, и понять, что Бог внутри всего, Бог это и есть селенная, Бог это и есть мироздание, Его творящая истина, Он так нам выразился, для нас, Он больше всего, Он стоит над этим, но по крайней мере, в силах нашего разума, что мы можем понять и принять, и слово любви, Иисусе Христе, когда Он показал тебе, Он сказал таким образом, как Он нас любит, и мне кажется, вот все, что Бог нам хотел сказать, как человечеству, в Иисусе Христе, Он уже сказал, поэтому и Писание, Новый Завет Он закончил, тогда был, две тысячи лет назад, сегодня мы живем, и Бог нам уже сказал, и так и написано, все, что можно было знать, все потребное для жизни и благочестия у нас есть, и нам сейчас важно смотреть, и каждому понять, и пережить эту Божью истину, которая говорит о сотворении, о Господе, и о спасении, друзья, слава Богу, будьте благословенны, давайте сейчас помолимся, дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Тую милость и любовь к нам, Господи, помоги нам пережить вот это вот, то, что Ты хочешь нам сказать, помоги нам читать Библию, истинно с открытыми глазами, Господь, истинно видеть и слышать Тебя, как Ты говоришь, имеющие уши слышать, да слышать, узреть и услышать то, что Ты нам говоришь и изрекаешь, Господь, увидеть Тебя, такого, какой Ты есть, Боже. Спасибо Тебе за все, спасибо Тебе за спасение, за милость Твою, за любовь Божия, слава Тебе и хвала, наш Отец. Аминь. Друзья, и в конце я еще хочу призвать вас по жертвованию, Господь пусть благословит вас в этом, у кого сердце готово жертвовать, нашу церковь, и сейчас вы можете увидеть небольшой видеоролик о тех способах, которыми вы можете совершить ваше даяние на дело Божие. Будьте благословены, с миром Божиим. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования, возможно, всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе. В сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин